Казахи, братья, это что за неблагодарность? Мария Захарова за то, что в Казахстан вернулся украинский посол, а муж Симонян рассказывает, что они чуть ли не северный Казахстан собираются оккупировать, кроме всяких угроз. В общем, что у них происходит и почему такая ненависть Казахстану, а я сразу скажу, потому что в Казахстане люди поддерживают Украину, и на это уже начинает реагировать казахская власть и действует соответственно. И обо всем этом сейчас подробно, а вы поставьте лайк, чтобы это увидело как можно больше людей. Но вначале я хочу вас попросить, приближается день покрова Пресвятой Богородицы, день захисника и захисницы Украины, поэтому я хочу вас попросить в Гончаренко-центрах по всей стране, мы начинаем собирать подарки для наших защитников. Поэтому если у вас есть продукты длительного хранения, какие-то гигиена, сладости, может быть одежда, то приносите, ну а самое главное, письма от ваших детей, открытки, детские рисунки, все, чтобы показать, что мы гордимся ими, любим, благодарны за то, что они нас защищают. Давайте ждем, приносите в Гончаренко-центрах по всей стране. Итак, начинаем. Вчера вечером Сахарова подняла война в московских болотах, что в Казахстан вернулся украинский посол Петр Врублевский. О чем речь, что у них так разрывает на нашего посла, почему вернулся и что будет дальше, в двух словах. Дело в том, что какое-то время назад один казахский активист взял интервью у Петра Врублевского и он там сказал несколько вещей, которые страшно взбесили Россию. Я не могу их, к сожалению, ставить и вам здесь показать, потому что YouTube блокирует такие видео. Поэтому приглашаю вас посмотреть это у меня в Telegram-канале. Кстати, в Telegram-канале никакой цензуры нет, поэтому приглашаю вас заходить и подписываться. Не забывайте подписаться. Там, на мой Telegram-канал, там все самое оперативное и без цензуры. Ну, в общем, я хочу сказать, что я полностью поддерживаю нашего посла и уверен, что вы тоже. Когда услышите, если вы еще не слышали, что он сказал. И после этого началась страшная истерика в России. Они сбили копытом, они кричали, возмущались, что нужно посла выгнать, что ай-яй-яй и так далее. Закончилось все тем, что в начале сентября Петр Рублевский покинул Казахстан и поехал в отпуск. И сейчас он из отпуска вернулся. Правда, при этом вернулся он ненадолго, потому что МИД подыскивает ему замену. Об этом сообщает Радио Свобода. Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России. Причиной стало возвращение в Астану украинского посла Петра Рублевского. В целом мы понимаем, что если вот эта тональность такая, она связана там с войной, которая происходит между Россией и Украиной, но Казахстан ни с кем не воюет, поэтому мы требуем уважать наших представителей, уважать нашу государство. Ну и вы видите, как риторика казахских властей и Казахстана поменялась за этот месяц. С начала этого скандала, ну чуть больше месяца до сегодняшнего дня. Ну раньше они не одергивали так Москву, как сейчас просто резко и очень правильно одернули. А что же случилось, друзья? Случился разгром Путина под Харьковым, а сейчас большие проблемы под Херсоном. И все увидели, что король-то голый. Но не только в этом дело, друзья, не только в этом. Вторая причина это, собственно говоря, казахи. За две недели, которые прошли с начала мобилизации, объявленной Путиным, Россию покинуло полмиллиона человек. И вот в Казахстан из них приехало порядка ста тысяч человек. И это вызвало очень резкую реакцию у казахов. Вообще позиция самого Казахстана к россиянам, она такая, знаете, неоднозначная. А вот зато позиция самих казахов очень однозначная. И они конкретно начали воспитывать россиян. И задавая вопросы, чей Крым, и так хорошо хейтя тех, кто ходит с вот этой вот символикой в виде Z и прочего расшизма. В общем, занялись конкретно воспитанием россиян. И, конечно, молодцы. И вот этот голос народа власти Казахстана не могут не слышать и не могут не учитывать. Тем более, что в ноябре выборы внеочередные президента. И для Такаева важна сейчас поддержка его избирателей. По какой причине из России уехали? Бежим от войны. Бежите от войны? Беглецы? Ну как беглецы? Это не наша война, она заставляет. Ага, то есть вы не хотите украинцев убивать, да? Нет. Ага. Крым чай, скажите? Мы за то, чтобы никаких еблок. Не, ну Крым чай, елки. Скажите просто. Крым крымчан. Крым крымчан, да? Донбасс чай, я тебе говорю. У меня мама живет. Ты мне п***ь, кто у тебя живет. Надо будет сейчас вместе с *** живем здесь. Крым чай. Крым чай. На пару вопросов моих ответите. Казахстану. Ну что Казахстан, что б***я? Где Крым чай, я тебе говорю? Крым чай, б***я. Я еще раз что-то слушаю тебе, б***я. Украина. Украина? Да. Донбасс чай. Украина. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы квартиру сдаете? Да. Скажите, а вот у вас в объявлении указано 400 тысяч ТНГ. Это окончательная, да, цена? Да, потому что, знаете, замучили меня за англамики, честно. Я решила поставить сюда 400. Я понял. Еще такой вопрос. А вы сдаете гражданам России? Ну, если, допустим, вас нужно там регистрацию делать, наверное, я не буду этим заниматься. Нет, ничего не надо. Регистрацию не надо делать. Просто вообще, в принципе, сдаете? Ну, вообще, скажи мне, Крым чей? Вау, посмотрите, что этот Казах делает. Алга, Казахстан. Доброго вечера, мы из Украины. А я, ребята. Смотрите. Ну, и еще одно проявление изменений позиции Казахстана, это, конечно, ОДКБ, друзья. Напомню, ОДКБ это такое вот НАТО на минималках, как Путин его создавал, как такой противовес НАТО. И, вот, кстати, на ваших глазах, друзья, пересекаю польско-украинскую границу, заезжаю, возвращаюсь в Украину после своей поездки, счастлив заезжать домой. Вот. Так вот, Казахстан четко сказал, мы воевать не собираемся. И Казахстан четко сказал, никакие референдумы мы не признаем. В общем, это очень важная позиция, и, конечно, я благодарен Казахстану. Нельзя сегодня сказать, что Казахстан антироссийский, но можно точно сказать, что Казахстан уже не пророссийский. Вот это можно сказать точно. И это огромный шаг вперед, и очень правильный шаг, друзья. Они уже и карты мир не будут принимать, там много интересных подвижек. Продолжаем следить за ситуацией в мире, и в том числе в Казахстане. Знаю, что много людей там смотрят мои видео. Алга, Казахстан, и вперед к общей нашей победе.